Павел Викторович, уже традиционный концерт, рождественский, год от года что меняется, что добавляется? Ну, не то что меняется, добавляется, а многое меняется, многое и добавляется. Мы споем рождественский тропарь, традиционный, православный, мы споем католическую алилу и гендер, мы споем классические произведения, арии, мы споем фрагменты из оперетт какие-то интересные, мы покажем новых солистов в этот раз, у нас есть новые солисты, вот Ольга Андреева будет дебютировать, ну, Валя Строганова, мы покажем молодых ребят, обновили свой репертуар, и Роман Николаев, и другие, ну, интересные номера будет хор петь, такие малоисполняемые, которые мы обычно на рождество поем, ну, и по традиции мы завершим, ну, Либертанго прозвучит, например, великолепные аранжировки, пиццовы, а по традиции мы завершим, как всегда, во всем мире завершаются эти рождественские концерты, написан марш Рождественского, то есть этот марш, который вот был новогодний концерт, если кто смотрел первого числа по центральному телевидению, по культуре, это был концерт, выступал оркестр Венский, симфонический оркестр, и завершили они, как всегда, вот, марш Рождественского, это всегда мобилизует как-то публику, ну, и потому это праздник, мы делаем праздничный концерт. Ольга, вот расскажите, какое это у вас выступление в Пенинской филармонии, и вот немножко о своей творческой судьбе? В субботу я буду дебютировать в роли Морица, композитор и мракальному. Моя судьба началась в 2009 году, когда я пришла в филармонию, и, собственно говоря, до сих пор я нахожусь здесь. Вот до дебюта, вот, как занимались музыкой, вот, на каких, скажем так, началах? Ну, в 2006-м я закончила консерваторию саратовскую, а потом, собственно, вот в хоре. Суббота. 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 Суббота.